Во-первых, представлюсь, я работаю в университете Мечникова в Центре генно-инженерной биологической терапии по лечению больных ревматологического профиля. И на сегодняшний день у нас наблюдается порядка полутора тысяч пациентов, которые получают биологическую терапию. Порядка 700 пациентов из них получают блокаторы фактора некрозового опухоли альфа, к которым относится также инфлексимаб. Но если уже, так как уже многое было сказано, единственное, я хотела бы сопоставить иммунопосредственные нежелательные явления и патогенезы воспалительных заболеваний кишечника, колит и кроноподобных состояний, что в принципе также идет запуск Т-клеток, что провоцирует активацию Т-хелперов, Т-ТН17. Все это приводит к гиперпродукции провоспалительных статокинов, таких как интерлекин-6 и фактора некрозового опухоли альфа. Поэтому, вероятнее всего, онкологи-исследователи, которые пришли к тому, что для лечения четвертой степени тяжести нежелательного явления явился препарат инфлексимаб, то есть из-за гиперпродукции его. Но прежде чем сказать об инфлексимабе, у меня вообще был вопрос такой. Большие дозы гормонов. Лечится ли в случае лечения нежелательных явлений у пациентов кортикостероиды, большие дозы? И бывают осложнения от кортикостероидов. Как вы предупреждаете развитие осложнений от применения глюкокортикоидов? Мы ревматолога взовем, конечно. Просто ведь эндокринологические нарушения могут быть, да? То есть и те же вот эти компрессионные переломы, которые могут у пациентов развиваться на фоне гормонов. То есть для профилактики, конечно, все равно нужно проводить и прием препаратов кальция, витамина D, стараться больше дозы гормонов дать в первой половине дня, в утренние часы. Ну и со стороны желудочно-кишечного тракта, если мы говорим о язвенном колитии и болезни крона, то вот ингибиторы протонной помпы не применяются при высоких дозах гормонов, потому что там иммуноопосредованные опять-таки реакции, пациенты не дают эрозивных гастритов, то есть кровотечения на фоне гормонов. Вот в плане иммуноопосредованных не могу сказать, были ли кровотечения на фоне применения гормонов в желудочных, эрозий каких-то, чтобы, ну, наверное, это не та степень, даже если проявляется, да, что... Ну, если коротко, я просто отвечу на этот вопрос. Если долго применять гормоны, то да, конечно, возникают определенные осложнения. Но все-таки обычно это курс, который длится несколько недель, 3-4, и за это время вот профилактическая гастропротективная терапия, она нас спасает. Спасает. Спасает, да. Не поняла. Ну, если переходить к блокаторам фоноальфа, на сегодняшний день зарегистрированных в России их 5, и один из первых, точнее, 2, которые впервые появились на рынке, это были препараты инфлексимаб и тенорцеп. Инфлексимаб – это препарат химерный, то есть он содержит и машины антитела, и ФЦ-фрагмент человеческого имноглобулина G1. Если говорить о рецепторе, это блокатор фоноальфа, то он в гастроэнтрологии и в лечении язвенных колитов не применяется, да, потому что при исследованиях, проводившихся в лечении гастроэнтрологических больных, он дал зачастую активацию язвенного колита, нежели его ремиссию. И вот о том, что я говорила, да, на сегодняшний день у нас порядка 200 пациентов получают инфлексимаб с различными заболеваниями, каких-то ярких нежелательных явлений, я немножко о них чуть позже скажу, прям чтобы мы отменяли терапию, они крайне редки. И если говорить об инфлексимабе в гастроэнтрологии и показаниях, когда он применяется, это пациенты с неответом на базисную терапию, как правило, в качестве базисной терапии идут салазопрепараты, это азотиаприны, 6-меркаптопурины и аминосалицилаты. И если они неэффективны в комбинации с гормонами, тогда прибегаем к ингибиторам фоноальфа. Какова доза инфлексимаба в лечении язвенного колита и крона? Это 5 мг, но может достигаться до 10 мг на 1 кг на 1 инфузию. Всё происходит по схеме инициации. Первое введение, через 2 недели второе введение, через 6 недель от нулевого введения, от первого введения третье введение, и затем каждые 8 недель. И если оценить, вот было одно из первых исследований, которое в 1999 году проводилось у больных с язвенным колитом, то было показано, что у средней трети пациентов была астероидорезистентность, базисную терапию они в полной мере принимали, но эффекта не достигалось. И, как правило, к 8 неделе лечения инфлексимабом порядка 68% пациентов на дозе 5 мг на 1 кг дали клинический ответ, и клиническая ремиссия была достигнута порядка 40%. То есть это довольно-таки высокий процент. Вероятнее, все эти исследования дали возможность применения инфлексимаба для лечения иммуноопосредованных реакций при лечении меланом. Если говорить о риске новообразования на фоне терапии инфлексимабом и другими препаратами, была оценена большая группа больных гастроэнтерологического профиля. Из них 3000 пациентов получали инфлексимаб и 3000 другие виды терапии. То есть тоже иммуносупрессия, гормоны. К чему они пришли? По изнаблюдению, то, что риск злокачественных новообразований на фоне блокаторов НО-альфа не повышается в сравнении с общей популяцией. И также, в принципе, то же самое, что и касается лимфом. Лимфома – это вообще отдельная тема в аутоиммунных заболеваниях, потому что, как правило, пациенты с аутоиммунными заболеваниями и так подвержены риску лимфом. То есть независимо от того, какую они терапию припринимают. И данные тоже старые, но они, в принципе, на сегодняшний день не отличаются. То, что нет доказательств о том, что частота возникновения онкологических процессов на фоне терапии ингибиторами фоно-альфа выше, чем в общей популяции. И вот то, что я говорила о нежелательных явлениях, которые мы наблюдали у себя в центре, так как это иммуносупрессивная терапия, но и более часто это инфекционные дела, скажем так, так как они еще помимо ингибиторов фоно-альфа у нас получают синтетические базисные препараты, такие как метатриксат, сульфасолазин, люфленамид. То есть все касается больше инфекционного анамнеза. Если говорить о, как вы видите, об новообразованиях, то три случая на инфлексимабе, один карцинома щитовидной железы и два случая карцинома предстательной железы. И то это у пациентов, которые получали терапию более пяти лет, и маловероятно, что было как-то связано с терапией ингибиторами фоно-альфа. Мы больше опасаемся, конечно же, тяжелых инфекций, потому что вот на фоне терапии в нашем центре были три случая диссиминированного туберкулеза легких. Это после третьей, шестой и седьмой инфузии. Диссиминирован туберкулез мезонтериальных лимфоузлов после третьей инфузии и туберкулез придатков. То есть вот эти случаи, которые нас настораживают. Поэтому обязательным скринингом перед началом лечения ингибиторами фоно-альфа и вообще биологическими препаратами мы проводим обязательно скрининг либо рентген легких, либо компьютерную томографию и диаскин-тест или квантифероновый тест на сегодняшний день ТИСПОТ-ТБ. Однако, насколько я разговаривала, пациентам, онкопациентам, КТ легких выполняется раз в три месяца, и поэтому, когда иммуноопосредованное, нежелательное явление, то есть там нет времени думать и делать туберкулиновые тесты, если исключается инфекционное течение колита, то можно без страха назначать инфлексимаб, потому что он не дает таких рисков онкообразований на фоне краткосрочных 1-2-кратных введений препарата. То есть моим выводом является то, что можно абсолютно спокойно его использовать. Одно-двухкратно оно не вызовет никогда роста опухолевых клеток. Ну и, соответственно, это терапия спасения для пациентов в таких тяжелых случаях, как нежелательное явление 3-4 степени тяжести. Спасибо большое, Розан Ромиловна. Замечательное сообщение и, главное, короткое. Спасибо.